Следующая программа предназначена для зрителей старше 16 лет. Здравствуйте! Вы смотрите итоговую программу «Место происшествия» в студии Полины Зайцева. В ближайшие минуты информация о самых громких происшествиях уходящей недели. Смотрите сегодня в выпуске. В Арзамасе сотрудники полиции задержали подростка с наркотиками. Массовые столкновения автомобилей на Московском шоссе. Три грузовых автомобиля столкнулись в Кстовском районе области. Рюмка водки стала причиной убийства. В Арзамасе сотрудники полиции задержали подростка с наркотиками. При обыске у 17-летнего парня нашли сверток с героином массой 6 граммов. Дома у задержанного нашли еще один сверток с наркотиками. Задержанный явно лукавит. Он прекрасно понимает, по какому поводу его задержали. В кармане задержанного были найдены денежные средства в размере 12 тысяч рублей. Получил он их при попытке продать сверток с порошкообразным веществом внутри. 16-летний молодой человек был задержан при проведении проверочной закупки. После этого у него в адресе дома, где он прожил в деревне Слизнево, был проведен обыск, в ходе которого также изъято наркотическое средство героин. Экспертиза доказала, что изъятое вещество является героином массой 6 грамм. По данному факту возбуждено уголовное дело части 3 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Вину он свою не отрицал. Вину в совершенном преступлении признал полностью и дал признательные показания. В отношении него избрана мера пресечения и подписка о невыезде. Елена Демидова, Павел Буянов, Сергей Липатов при поддержке пресс-службы ГУ МВД по Нижегородской области специально для места происшествия. Массовое столкновение автомобилей на Московском шоссе. Участниками аварии стали 12 автовладельцев. Одна из машин оказалась на крыше другой. Виновником ДТП стал дальнобойщик. Он уснул за рулем. Несколько человек получили небольшие ранения. Но все участники аварии остались на месте происшествия помогать разгребать последствия случившегося. Спасатели с помощью тяжелой техники оттаскивают то, что осталось от иномарки. Всего несколько часов назад ее и еще 11 машин буквально сгребла в кучу фура. Сложно поверить, но в страшной аварии чудом никто не погиб. Помощь потребовалась двум автомобилистам. Пострадавших вытаскивали из искореженных машин очевидцы. Остальные водители до сих пор не могут поверить, что они не пострадали. Немножко пострадали? Ну это мелкие царапины, как говорится, для такого ущерба. Испугаться-то успели? Так, да. Вся жизнь перед глазами прилетела. В результате аварии несколько автомобилей не подлежат восстановлению. Хозяевам остается только осматривать повреждения. С водителем говорить бесполезно. Он находится в шоке от произошедшего и не в состоянии объяснить, из-за чего все произошло. Водитель, ну вот он перенес сильное очень нервное потрясение. Так что мы сейчас смотрим, наблюдаем и пытаемся его вывести из этого состояния. Сами участники аварии говорят, что причиной стала усталость водителя. Я думаю, скорее всего он заснул. Потому что даже тормозного пути не было. Обычно, когда тормозит фура, слышно, как она тормозит. Или даже хотя бы запах появляется того, что резина горит. А тут ничего не было. Поэтому очевидно, что скорее всего он заснул и в последний момент только начал тормозить уже. По словам очевидцев, фура въехала в стоящий автомобиль. И словно тараном она раскидала легковушки. Протащив газель, несколько метров смогла остановиться. К этому моменту из поврежденных автомобилей образовалась целая гора. От удара машины буквально наезжали одна на другую. Красный горел. Грохот услышал, сразу в зеркало посмотрел, смотрю, фура собирает все. Я как можно быстрее сделал влево. Ну, не успел, все равно задели. Вот, и в принципе, потом выбежали, сразу посмотрели. Все живы, нет? Как-то повезло, что все живые остались. Для водителей произошедшее стало большой неприятностью. Теперь вместо праздников людям придется ремонтировать поврежденные авто. Горько очень. Было много планов. Впереди праздники, отдых, лето. Все испорчено. Молодой человек на этом мане испортил всем праздники. Собрав кучу, 12 автомобилей. Ну, и моя тоталь. Неприятности эта авария доставила и другим участникам движения. Разбитые машины перегородили всю дорогу. Было перегорожено три полосы движения в сторону Нижнего Новгорода по Московскому шоссе. Сотрудник ГИДЭ был организован объезд по обочине. Поэтому движение было затруднено. Чтобы разобрать место ДТП, потребовалась помощь тяжелой технике. На тросах автомобили оттащили к обочине. Окончательно освободить дорогу для движения удалось только спустя несколько часов. Полина Зайцева, Артем Кичемасов и Илья Ульенков. Специально для места происшествия. Сразу три грузовых автомобиля столкнулись в Кстовском районе области. Авария произошла на улице Магистральной. Виновником происшествия стал водитель фуры. Он признал свою вину, но легче от этого участникам аварии не стало. Пока водители ждали госавтоинспекторов, по дороге образовалась большая пробка. Водитель фуры в подробностях показывает, как все произошло. Он до сих пор не верит, что попал в аварию из-за банальной невнимательности. Успокаивает одно – в этом ДТП никто не пострадал. Сильнейший удар многотонной фуры мог привести к печальным последствиям. Тут машины пропускают, остановились, ага, пропускают. Газон поехал, я тоже трогаться начал. Газон уехал, смотрю, этот, ну, едет. Я даже тормозить, по-моему, даже не стал. Я еще не тронулся толком. И зацепил. Остальные участники аварии оценивают материальный ущерб. Сложнее всего водителю газа. После столкновения машину можно сдать в утиль. Ему придется объясняться с начальством. Машина служебная. Несмотря на то, что виновник аварии признал свою ошибку, мужчине легче не стало. Он не пропустил, а что я сделаю? Ей. Он стоял вроде и все. Я не должен пропускать, у меня там знак стоит. Вы оценили уже ущерб. Ну, полностью машину убраться, все рамы. Колеса. По словам очевидцев, водитель фуры пропускал встречный поток. Из-за стоящего рядом фургона он не заметил газовский грузовик. От удара тяжелая машина отлетела в стоящий рядом КАМАЗ. Я стоял. Я трогался. Медленно ехали, здесь пробка создалась. Я тихонечко, ну, на первую передачу буквально. Пять километров в час я ехал. А когда увидел, что он не уступает, я встал. Все у меня в стоящего. После столкновений разбитые грузовики перегородили дорогу. Остальным участникам движения пришлось объезжать место ДТП по обочине. Вскоре на место прибыли госавтоинспекторы. Восстановить движение удалось только спустя несколько часов. Елена Демидова, Артем Кичемасов и Илья Ульинков. Специально для места происшествия. Рюмка водки стала причиной убийства. В суде автозаводского района вынесен обвинительный переговор по делу об убийстве. Причиной расправы стала рюмка водки, за которую расплатился один человек, а выпил другой. В ходе конфликта обвиняемый нанес своей жертве несколько ударов ножом. Этот молодой человек не думал, что буквально через несколько минут он станет жертвой рецидивиста, а через несколько часов умрет от ножевого ранения в живот. Все это произошло 28 ноября 2012 года. Около 10 часов вечера молодой человек пришел в бар, чтобы выпить пару рюмок. После того, как его деньги закончились, он решил, что называется на халяву, выпить алкоголь соседей. Дальнейшее развитие ситуации не заставило себя долго ждать. Злоумышленник попросил нахлебника выйти на улицу, где нанес ему два удара кулаком в область головы. Но этого оказалось мало. После разговора неоднократно судимый житель Дзержинска возвратился к своему собеседнику и нанес два удара ножом. После этого вся нетрезвая компания решила скрыться с места преступления. 32-летний потерпевший был доставлен в 40-ю больницу, где в ту же ночь скончался от полученных телесных повреждений. 16 января 2013 года подозреваемый в совершении данного преступления был задержан. Ему было предъявлено обвинение и избрано мера пресечения в виде заключения под стражу. Примечательно, что 18 лет своей жизни он провел в местах лишения свободы. Кафе «Усинск», расположенном по улице Переходникова, Автозаводского района города Нижнего Новгорода. В ходе ссоры с потерпевшим нанес один удар ножом, причинив телесное повреждение в виде колотрезанного ранения, от которого потерпевший скончался. Приговором суда данный гражданин признан виновным в совершении убийства. Ему назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Евгений Иванова, Сергей Липатов, Илья Улинков. При поддержке следственного отдела Нижегородской области. Специально для места происшествия. На этом пока все. Если вы стали очевидцем какого-либо происшествия, или у вас есть интересное видео, звоните к нам в редакцию по телефону 212-9-112. Или пишите нам на электронную почту, адрес ее указан на экране. Эфир продолжит служба новостей «Город». Не переключайтесь. АПЛОДИСМЕНТЫ